Мы обсуждали определение предела по каши, это то самое с епсилон-дельтами и окрестностями. Но на самом деле, когда я вводил определение предела, я рисовал какие-то картинки такого типа, что вот у нас есть какие-то функции. И у нас есть какие-то точечки, допустим, я хочу найти предел при х, стремящемся к х0, и вот у меня есть какие-то точечки, которые приближаются к х0, и я смотрю на соответствующие значения функции, спрашиваю, куда они приближаются. Допустим, как-нибудь вот так. И это, на самом деле, не совсем похоже на то, что у нас в результате получилось определение предела. Но есть другое определение предела, которое называется определение предела по гейнам, и которое как раз скорее соответствует вот такого типа картинки. Давайте я сейчас его формально напишу, и дальше мы обсудим, что, на самом деле, получается то же самое определение, что я раньше, хотя это некоторый не вполне тривиальный факт. Так, давайте я здесь что-нибудь подпишу, это у меня y равняется f от x, это у меня y, это у меня x. Итак, значит, определение предела, предел функции в точке по гейнам. Значит, опять же, мы рассмотрим некоторую функцию, которая определена, по крайней мере, в прокол от окрестности точки х0. И мы пишем такое утверждение, что предел при x, стремящемся к x0 этой функции равняется какому-то числу b. И в случае с определением по гейнам эта штука устроена так. Мы говорим, что для всякой последовательности, последовательности x n, такое, что выполняются два условия. Первое условие. x n стремится к x0 при n стремящемся к бесконечности. И второе условие. x n t, значит, для всех n, x n t не равняется x0. Значит, вот два условия должны выполняться. И в этом случае можно рассмотреть последовательность значений функции в точках x1 и так далее, xn. И вот это последовательное значение должно обязательно стремиться к точке b. Значит, давайте я так напишу, что f от x n t. Значит, это какая-то последовательность. Давайте я буду обозначать их y n t. Давайте так, y n t – это есть f от x n t. И вот я хочу, чтобы эта последовательность y n t стремилась к точке b. Можете экран чуть вниз опустить, пожалуйста. Сейчас, одну секунду. Так, давайте я вот так вот сделаю, чтобы все было видно. Сейчас видно, да? Да, да, спасибо. Так, хорошо. Смотрите, давайте я еще раз поясню это определение. Так, слушайте, у кого-то микрофон не выключен, и главное, что я почему-то не могу выключить со своей стороны. Ага, да, спасибо. Смотрите, значит, что мы имеем. Вот у нас есть последовательность, у нас есть последовательность x-ов. Вот, допустим, это пусть будет x1, это пусть будет x2, это будет x3, вот это x4, вот это x5. То есть эта последовательность x-ов приближается к x0. Он просто стремится. Мы знаем, что такое предел последовательности. Вот мы требуем, чтобы все элементы этой последовательности… Ну, чтобы эта последовательность стремилась к x0. Почему-то у меня не работает принудительное замьючивание, поэтому я прошу просто всех себя замьютить. Итак, понятно ли, что утверждает определение? Понятно ли, что тут вообще написано? Например, у меня на картинке не отмечены y, но давайте я их отмечу. Вот у меня был x1, вот, например, x1, дальше я считаю значение функции в точке x1, получаю y1, вот это y1. Дальше вот у меня здесь есть x2, соответственно, вот он y2. Получается последовательность y, и утверждается, что если последовательность x-ов стремится к x0, и все x-ы не равны x0, тогда последовательность y-ов должна стремиться к b. И вот это утверждение, это то же самое, что утверждение, что предел функции x, стремящемся к x0, равен b. Понятно ли, понятно ли это утверждение? Понятно ли вообще, что сказано в этом определении? Да. Так, хорошо. Давайте задайте кто-нибудь вопрос про это определение. У нас x – это, ну, рациональные, это действительные числа, но x1, x2 и так далее – это последовательность, состоящая из счетного множества членов. Что происходит? Сейчас, не понимаю, сейчас я пока не понял вопрос. Значит, все x-ынты – это просто какие-то вещественные числа, какая-то просто обычная числовая последовательность. А x0 – это тоже какое-то вещественное число. Я пока не понял, что вас смущает. Он спросил, конечные или бесконечные – это последовательность? Нет, последовательность – это все бесконечные. Значит, в нашем мире последовательность – это отображение из множества натуральных чисел, множество вещественных чисел. А вот у нас на картинке получается, что последовательность x, она же не стремится к x-нулевому. Ну, то есть, видите, у нас член x-пятый, он как бы там заходит за x-ноль. А, все, это x-четвертый? Значит, x-1, x-2, x-3, x-4, x-5. Ну, так сказать, поскольку ни по какому начальному участку последовательности невозможно сделать, вывост стремится она или нет. Все, все, я понимаю, я просто подумал, что там по порядку они расставлены. Нет, нет, ну, то есть, как бы, я попытался показать, что они не стремятся. Хотя ни по какому начальному участку это однозначно установить нельзя. Любой начальный участок можно поменять, и последовательность, стремление последовательности этого не поменяется. Я попытался показать, что они стремятся, как снова. Так, хорошо. Вопросы, вопросы, это хорошо. Так, ну что, все, закончились вопросы? Будет какой-нибудь пример нахождения предела по гейнам? Смотрите, на самом деле, находить пределы по гейнам не очень приятно, потому что, ну, хорошо, окей, если вы знаете, что предел существует, то все довольно легко. Вы можете выбрать любую, вы можете выбрать любую последовательность. Ну, хорошо, давайте, давайте я приведу какой-то пример. Так. Тагер, у тебя микрофон включен. Значит, смотрите, давайте в качестве примера я приведу такой. Допустим, мне нужно найти предел при х стремящемся… А, сейчас, такое мы не проходили. Ладно, сейчас пока что непосредственно предел такого типа. Ну, сейчас, давайте я соображу. Ну, допустим, мне нужно найти предел при х стремящемся к нулю, скажем, синус х. Я могу сказать следующее, что если я знаю, если мне почему-то известно, что этот предел существует… То я могу найти его так. То я могу выбрать какую-нибудь последовательность, сходящуюся к нулю. Придумать мне какую-нибудь последовательность, сходящуюся к нулю. У меня какие-нибудь последовательности, которые стремятся к нулю. 1 делить на х. Я хочу последовательность, то есть единица, деленная на n. Давайте пусть у меня х n равняется единице, деленная на n. Тогда я утверждаю, что предел при х стремящемся к нулю синус х равняется пределу при н стремящемся к бесконечности синус 1 n. Значит, то есть я рассматривал последовательность х n равна единице на n и дальше сказал, что вместо того, чтобы искать вот такой предел, я буду искать предел последовательности. Предел последовательности вот такого типа. Значит, чему равняется предел такой последовательности? То есть мы, похоже, задачку решали. Прямо, скажем, ее решить, конкретно в этом случае ее решить не сильно проще, чем решить вот такую задачку. Пример может быть не очень удачный, потому что в данном случае реально найти предел вот такой штуки не сильно проще, чем найти предел такой штуки. Но технически вот это утверждение верно. Но если известно, что этот предел существует. Проблема в определении предела по гейну в том, что для того, чтобы проверить, что предел по гейну именно такой, нам нужно теоретически перебрать все возможные последовательности. Мы сейчас с этим еще столкнемся, чуть попозже я приведу примерно эту тему, довольно хитрой. Ну, хорошо. Давайте докажу, что на самом деле определение предела по гейну и определение предела по каши задает одно и то же понятие. У меня, конечно, сейчас будет немножко трудно на маленькой доске все это делать, потому что нужно написать много определений, потом еще оставить место для доказательств. Давайте я попробую. Значит, во-первых, напоминание определения предела по каши. Значит, мы определяем в обоих случаях одно и то же понятие. Предел при х, имеющемся к х0, f от х равняется b. И в случае с определением по каши это означает, что мы утверждаем, что для всякого ε больше нуля найдется такая дельта больше нуля, что для всех х, если выполняется неравенство х минус х0 меньше дельта больше нуля, то обязательно выполняется неравенство, что модуль f от х минус b меньше ε. Значит, вот такое неравенство выполняется. Это определение по каши, которое вам уже должно быть знакомо, особенно после семинаров. И еще раз воспроизведу определение по гейну для той же самой штуки, для всякой последовательности. xn, если выполняется условие, xn стремится к х0, и для всех n, xn не равен x0, то тогда f от xn стремится к b. Значит, вот два определения. Давайте доказывать, что они на самом деле эквивалентны. Докажем эквивалентность. Значит, первый способ, значит, чтобы доказать эквивалентность, мне нужно доказать, что если функция удовлетворяет определению предела по каши в какой-то точке, то есть вот эта штука выполняется, то она же удовлетворяет определению предела по гейну. Значит, первый пункт. Из каши следует, Гири. Ну, давайте, чтобы это сделать, давайте я скажу вот что. Давайте я распишу вот это условие. И вот это условие тоже распишу в квантовых. Значит, и давайте вот что еще сейчас сделаем. Давайте я добавлю сюда вот каких-нибудь единичек. Пусть у меня здесь будет ε1. Пусть здесь тоже будет ε1. А вот эта дельта, которую мы определяем в пределе по каши, значит, она зависит от ε1. Давайте я скажу, что эта дельта равняется дельта от ε1. Вот так вот. И теперь распишу вот эти условия. Значит, итак, что нам дано? А единички вы добавили к ε в каком из двух определений? Значит, единички я добавил в ε в определении по каши. Значит, у меня сейчас определение по каши для всякого ε1. Большего 0 найдется дельта, равная дельта от ε1. Тоже больше 0. Такая, что для всех кексов. Значит, если этот расстояние между х и х0 меньше, чем дельта, и больше 0, тогда расстояние между f от х и b меньше, чем ε1. Значит, и я расписываю определение по гейне. Значит, у меня сказано, что хн стремится к х0. Давайте я это запишу. Значит, для всякого ε2 большего 0 найдется такое n большое, что для всех n больших, чем n большое, расстояние между xn и x0 должно быть меньше, чем y2. И что мы хотим доказать? Да, значит, и это я не буду копировать до ночи вот этого условия, что все xn не равно x0. Что мы хотим доказать? Мы хотим доказать вот это утверждение, что f от xn стремится к b. То есть, иными словами, мы хотим доказать, что для всякого ε2 большего 0 найдется такое n большое, что для всех n маленьких больше, чем n большое, расстояние от f от xn до b меньше, чем y. Смотрите, как устранено логикой сейчас доказательств. Во что мы верим и что мы хотим доказать? Значит, во-первых, мы верим в то, что наша последовательность удовлетворяет определению пкшей. То есть, мы верим в то, что вот эта вся штука выполняется. Дальше. Определение Пагейна говорит следующее. Она говорит, что если последовательность обладает вот такими свойствами, xn стремится к x0, и для всех n xn не равняется x0, тогда обязательно вот эта штука верна. f от xn стремится к b. Значит, как доказать, что это всегда верно? Значит, пусть есть функция, которая удовлетворяет вот такой штуке, и пусть есть последовательность, которая удовлетворяет вот такой штуке. Значит, вот это то, что нам сейчас дано. Значит, дана функция, для которой выполняется вот это, и дана последовательность, для которой выполняется вот это утверждение про сходимость. Тогда нам нужно доказать вот это утверждение. То есть нам нужно доказать, что для всякого epsilon найдется такое, и он большое, что для всех n маленьких больше, чем он большое, расстояние от f от xn до b меньше epsilon. Вот эта штука, это вот это утверждение. При этом операцию мы можем на вот это и на вот это. Хорошо, понятно, как порядок доказательств устроен. Пока никого доказательств нету, а есть только как бы цель. Откуда и куда мы хотим прийти. Да, понятно. Хорошо, давайте попробуем это сделать. Смотрите, давайте я попробую что-то изобразить. Значит, вот я нарисовал график какой-то функции. Значит, y равняется f от x. Дальше у меня выделена здесь точка, выделена точка x0. И у меня есть какая-то последовательность x1, x2, x3, x4. Какая-то последовательность xn, которая стремится к x0. Значит, я хочу доказать, что последовательность игреков тоже стремится, она стремится в свою очередь к пределу. Значит, поэтому что мне известно? Мне известно вот такое утверждение. То есть мне известно, что я могу сделать игреки близкими к точке b. Давайте эту точку b тоже как-нибудь отмечу здесь. Значит, ну, допустим, где-то здесь она будет находиться. Значит, мне известно, что я могу игреки сделать близкими к точке b, выбирая достаточно маленькую окрестность вокруг x0. И тогда, если только x попадает в эту маленькую окрестность, а y попадает в соответствующую окрестность точки b. То есть я вот здесь могу нарисовать какую-то окрестность точки b. и я могу добиться того, что у меня значение функции будет попадать в эту окрестность, если только значение аргумента попадает в дельта окрестность точки x0. Теперь нам нужно собрать из всего этого работающую конструкцию. Нам нужно показать, что вот эта штука, нам нужно показать, что вот эта последовательность тоже стремится к b. То есть начиная с какого-то члена, все элементы вот этой последовательности, последовательности игреков, будут лежать в нашей окрестности. Какой-то... Нам нужно показать, что для всякого и псалона, для всякого и псалона вот здесь, найдется такой номер n большого, что все элементы вот этой последовательности игреков будут лежать внутри этой эпилонно-окрестности. Как это сделать? Значит, как это... Как бы нам так... Как бы нам подобрать такое вот это n большого, чтобы мои игреки попали в эпилонно-окрестность точки b. Значит, давайте я напишу, что вот это эпилонно-окрестность точки b. Значит, вот это b плюс эпилон, это b минус эпилон. И мы хотим, чтобы мои игреки попали в эту эпилонно-окрестность. Как этого добиться? Что нам нужно для этого сделать? Давайте я нарисую сейчас еще одну картинку. Может быть, давайте покрупнее картинку нарисую, а потом ее уменьшу, когда мы ее в достаточной степени поймем. Значит, смотрите, что нам известно. Нам известно, что... Пусть у меня выбрано какое-то... Пусть выбрано какое-то эпилон. Значит, давайте посмотрим. У меня эта штука называлась эпилон-1. Пусть выбрано какое-то эпилон-1. Вот у меня есть эпилон-1-окрестность точки b. Известно, что для этого эпилон-1 обязательно найдется... Обязательно найдется точка... Обязательно найдется дельта-окрестность точки x0, проколты дельта-окрестность точки x0. Значит, такая, что все точечки... Давайте вот это x0, минус дельта, вот это x0, плюс дельта. Значит, нам известно, что все точки отсюда попадают вот сюда. Вообще все. Значит, вот это... Это картинка, которая касается определения по каши. Значит, для всякой окрестности вас здесь... Выбирается окрестность вас здесь такая, чтобы все сработало. Дальше. Теперь у нас есть вот эта картинка, где у нас есть последовательность точек. И мы хотим тоже иметь возможность... запихнуть вот эту последовательность, вот эту последовательность точек, запихнуть ее вот в такую окрестность. Что для этого нужно сделать? Давайте скажите какие-нибудь ваши... Мы же можем... Мы же можем ε2 выбрать равную дельта, чтобы у нас выполнялось неравенство с дельтой. Эпсилон-2... Да, совершенно верно. Это совершенно верный ответ. Значит, смотрите, идея действительно такая, что мы знаем, что если только x попал вот сюда, вот в эту дельта-окрестность, то автоматически y попал в эпсилон-окрестность здесь. Значит, нам нужно дождаться, когда элементы нашей последовательности x, n, попадут в эту дельта-окрестность и будут жить в этой дельта-окрестности всегда. А почему они туда попадут? Потому что мы ее сами выберем. Нет, последовательность у нас произвольная. Последовательность x у нас произвольная. У нас последовательность просто стремится к x0, нет? Да, но она, правда, она произвольная, но не совсем произвольная. Правда, что она обязана стремиться, значит, x n-то обязана стремиться к x0. Это означает, что x n-то, элементы x n-то, значит, любой дельта-окрестности точки x0, начиная с какого-то момента, будут жить в этой самой дельта-окрестности. То есть мы как бы используем вот эту дельта-окрестность в качестве эпсилон-окрестности для вот этой сходимости. Вот это некоторое совершенно новое для нас сюжет. У нас есть вот эта окрестность точки X0, какая-то дельта-окрестность. Мы говорим, что мы в нее обязательно попадем и будем жить в ней вечно. В силу того, что последовательность X0 стремится к X0. Давайте я напишу формально. Итак, положим такую вещь. Во-первых, мы хотим воспользоваться определением предела Покаши, точнее вот этой вот штукой. И хотим найти вот эту дельту. Значит, вот эта дельта определяется по эпсилон-один. Каким эпсилон-один нам нужно взять? Эпсилон. Да, значит, мы просто полагаем, эпсилон-один равняется эпсилон. Ну, это естественно, потому что мы в конечном итоге у нас в определении Покаши у нас вот такое стремление. То есть мы показываем, что расстояние от F от X до B меньше, чем эпсилон-один. И в определении Погейна у нас тоже есть такого же типа условия. Вот здесь вот оно. И здесь фигурирует просто эпсилон, который нам дают. Поэтому логично, что мы вот здесь, где мы можем этот эпсилон задавать сами, положим, что эпсилон-один равняется вот этому эпсилону. Значит, эпсилон-один равняется эпсилон. Дальше. Значит, после этого мы получили дельту. Значит, вот из этого определения мы получили дельту. Теперь нам нужно подождать, когда наши элементы последовательности окажутся в этой дельта-окрестности. Когда они окажутся. Но окажутся они тогда, когда... Ну, вот у нас есть штук, который называется N2, который зависит от эпсилон-два. Эпсилон-два – это, значит, какая-то штука, которая живет там же, где живут иксы. То есть, на самом деле, значит, чему нам нужно... Чему нужно положить равным эпсилон-два? Дельта от эпсилон-один. Эпсилон-два равняется дельта от эпсилон-один, то есть дельта от эпсилон. И тогда у нас возникнет вот это N2. И вот это N2 – это в точности то самое N, которое нам нужно. Значит, N большое от эпсилона – это на самом деле N2 от дельта от эпсилона-один. Даже просто от эпсилона. Вот такая штука. Значит, если я возьму действительно такое N2, тогда будет выполняться следующее. Тогда для всех N больше, чем N от эпсилон, будет выполняться следующее. Расстояние от XN до X0 будет меньше, чем дельта от эпсилона, потому что оно меньше, чем вот эта штука. С другой стороны, нам известно, что никакие XN не попадают в X0. Значит, эта штука больше нуля. Значит, это по выбору, по определению N от эпсилон. По определению, я бы сказал N2. Мы взяли эпсилон 2 равный дельта от эпсилона-один. Почему вот эта строчка? Да. То есть, почему эпсилон 2 равняется дельта от эпсилона-один? Смотрите. Значит, у меня есть два утверждения. Первое утверждение. Если у меня X попал в дельта-окрестность точки X0, то тогда F от X попал в эпсилон-один-окрестность точки B. Точнее, в эпсилон-один-один-окрестность точки B. Второе утверждение. Начиная с некоторого момента, значит, какую бы я окрестность точки X0 ни выбрал, начиная с какого-то момента, моя последовательность X-ов обязательно попадет в эту окрестность. Значит, это вот это утверждение. Утверждение про водопосходимость. Теперь, я хочу сделать так, чтобы Y попал вот сюда, вот в описании к окрестности точки B. Что мне для этого нужно сделать? Мне для этого нужно загнать соответствующий X вот в эту дельта-окрестность точки X0. Как это сделать? Для этого нужно подождать достаточно времени, чтобы последовательность X0 в эту окрестность попала. Это время, вот этот момент времени, начиная с которого все точки будут жить в этой дельте-окрестности по определению предела, значит, по определению вот этой вот штуки, как раз и обозначается N2 от того размера окрестности, в который мы хотим попасть. Этот размер окрестности обозначается через эпсилон-2. Значит, в данном случае нам нужно попасть вот в эту дельта-окрестность. Поэтому я здесь пишу N2 от дельта от эпсилона. Значит, я положил эпсилон-2, равный дельта от эпсилона. Как? Стало понятнее? Да, да, стало. Ага, отлично. Отлично. То есть это, на самом деле, это, на самом деле, с одной стороны, когда в это врубишься, понятно, как оно работает, и видно, что оно, как бы, что оно именно так и должно работать. Но с непривычки тут, конечно, очень легко запутаться, потому что есть куча обозначений, куча переменных. Но идея такая, что у нас есть как бы два процесса. Один процесс — это стремление последовательности к X0, а другой процесс связан с тем, что когда мы находимся близко к X0, Y находится близко к B. И вот нам нужно один процесс прикрутить к другому. Значит, откуда берется вот это условие, что XN не равняется X0? В определении предела по каши нам важно, что вот эта вот штука, что мы выбираем X и проколотый окрест в точке X0. Потому что иначе, например, если у вас функция не определена в точке X0, это для нас будет важный частный случай, у вас определение предела по каши вообще не перестанет работать. Или если у вас значение функции в самой точке X0 отличается от значения функций в близких точках, сильно отличается, то тоже в таком случае у вас будет... Тогда бы, если бы мы вот это вот условие не наложили бы, тогда бы просто определение по каши сказало бы, что нет такого предела. Но нам в наибольшей степени важна ситуация, когда общая функция не определена в самой точке X0. И поэтому мы, во-первых, поэтому мы вот здесь вносим вот такой запрет, а во-вторых, мы вносим вот здесь такой запрет. Можно еще раз пристрочку, где N от epsilon равно N2 от delta? Да, смотрите, давайте еще раз посмотрим, как все это работает. Значит, вот... Значит, еще раз полный путь такой. Смотрите. Вот у меня есть... У меня есть точка B. Давайте еще раз попробую нарисовать. Значит, у меня есть точка B, у меня есть точка X0, и у меня есть какая-то функция. Дальше. Я говорю, что я хочу убедиться в том, что последовательность... Значит, у меня есть какая-то последовательность X-ов. X1, X2, X3. И соответствующая ей последовательность Y. Y1, Y2, Y3. Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я хочу гарантировать, что вот эта последовательность Y стремится к точке B. Что мне для этого нужно сделать? Для этого нужно сказать, что если какой бы эпсилон я не выбрал, начиная с какого-то момента, последовательность Y будет лежать в эпсилон-окрестности точки B. Что я делаю дальше? Я дальше говорю, хорошо, давайте мы возьмем вот эту эпсилон-окрестность точки B. Давайте мы найдем дельта-окрестность точки X0. Мы найдем дельта-окрестность точки X0. Такая, что все точки из этой дельта-окрестности попадают в эту эпсилон-окрестность. Значит, почему такая дельта не найдется? Значит, вот здесь у меня будет X0 минус дельта, а здесь будет X0 плюс дельта. Почему такая дельта-окрестность найдется? Потому что мы предполагаем... Потому что мы можем взять такой эпсилон, что будет сходиться к X0. Ну, сейчас, эпсилон выбрали произвольным, а существование такой дельты, что если у нас точки выпадают сюда, то они обязательно выпадают сюда. А существование такой дельты гарантируется тем, что мы предположили, что предел ПКШ верен. Мы предположили вот эту штуку. Дельта у нас берется вот отсюда. Дальше. Теперь смотрите, мы знаем, что все точки, которые попали вот в эту дельта-окрестность, значит, если у нас X попал в эту дельта-окрестность, то соответствующий ему Y точно попал в эту эпсилон-окрестность, в которую мы хотели попасть. Теперь нам осталось убедиться в том, что у нас последовательность X-ов в какой-то момент попадает в эту дельта-окрестность. В какой момент она попадает в эту дельта-окрестность? А когда у нас эпсилон-1 равен дельте? Когда, я бы сказал, эпсилон-2 равен дельте, потому что мы обозначали тот эпсилон, который отвечает за пределы этой последовательности, мы обозначали в эпсилон-2. Когда эпсилон-2, значит, вот мы можем положить эпсилон-2 равный дельте, и тогда мы получим тот номер, начиная с которого все элементы будут жить вот в этой самой дельте-окрестности. И в этом случае соответствующие им Y будут жить в эпсилон-окрестности здесь. Именно поэтому нам нужно здесь выбрать в качестве эпсилон-2 нам нужно выбрать дельта от эпсилона. Так, еще вопросы? Хорошо. Итак, смотрите, значит, если мы выбрали вот такой, если мы вот такой n от эпсилон выбрали, n от эпсилон равняется n2 от дельта от эпсилона, тогда по определению n2 выполняет вот эта часть неравенства, вот оно берется вот отсюда, с учетом вот этого выбора эпсилона. Вот эта часть неравенства берется из того, что просто мы потребовали явно, чтобы все X-энты были бы неравны, были бы неравны X0. Поэтому выполняется вот такая штука. Раз такая штука выполняется, тогда вот по вот этому условию выполняется вот это условие. Причем здесь дельта выбрана от эпсилона, то есть эпсилон-1 – это просто эпсилон, и это означает, что выполняется в точности вот то, что мы хотели. Вот эта штука выполняется. Значит, давайте я… То есть мы сказали, что их предпосылки как бы совпадают обоих утверждений? Значит, мы сказали вот что. Мы сказали, что заключение… Ну, то есть… Такой получается паровозик. Значит, мы сказали, что заключение… Вот, например… Ну, вот, скажем, у нас есть вот такое условие… Сейчас, секунду… Значит, например, у нас есть вот такое условие… Значит, в утверждении, что последовательность стремится к X0, у нас есть вот такое заключение. И это заключение мы подогнали так, чтобы оно было посылкой вот здесь. Видите? Значит, подходящим выбором, подходящей связью между эпсилон-2 и дельта… Мы, собственно говоря, просто положили… Эпсилон-2 равняется дельта от эпсилон-1. Мы сделали так, что заключение… Заключение вот в этой вот штуке совпадает с посылкой вот здесь. Это позволяет нам перейти к заключению вот здесь. А это ровно то, что нам нужно. Оля Крылова, у тебя микрофон включен. Итак, значит, эта штука по определению N2. Давайте я еще скажу, что вот эта вот звездочка, значит, вот эта вот штука по звездочке. И дальше. Значит, из всего этого следует, что расстояние от f от x до b меньше, чем эпсилон. Делект, перецепим микрофон. Значит, вот эта штука… Давайте я покажу, по какому… Откуда эта штука берется? Значит, вот эта… Вот эта импликация по… Вот этой штуке. Вот. И все. И, собственно говоря, это все, что нам нужно было доказать. Значит, так. Если совсем коротко, то доказательство, в общем, занимает буквально две строчки. Но это не значит, что оно простое. Но не очень простое. Но давайте еще раз на него взглянем и поймем, что все-все понимают, откуда чего следует. Куда мы берем изначальную последовательность? То есть в доно. Последовательность нам какая-то дона. То есть смотрите, как устроено определение по гейну. Определение по гейну говорит, что какой бы последовательность мы ни взяли, если эта последовательность… Значит, какую последовательность x-нов мы ни взяли, если эта последовательность стремится к x-0, и ни один элемент не равен x-0, тогда f от x-эн-то стремится к b. То есть эта последовательность изначально нам дана, это какая-то… Это абы какая последовательность. Единственное, что мы можем от нее требовать, что она стремится к x-0, и все ее элементы не равны x-0. Нам нужно доказать, что какая бы эта последовательность ни была, больше мы, кроме этих условий, больше от нее ничего требовать не можем. Какая бы эта последовательность ни была, соответствующая последовательность значений функции будет стремиться в B. Мы это и доказываем. Последовательностьексов – это произвольная последовательность, которая обладает вот этими двумя свойствами. Понятно. Так, давайте еще вопросы. У нас же в конце мы доказали, что у нас xn-x0 модуль меньше, чем дельта от эпсиона и больше нуля. Да, значит, я здесь n забыл приписывать. Вот так вот должно быть f от xn-b, а то модуль меньше b. Не знаю, правед был вопрос ваш или нет. А почему у нас f от xn-b? Это мы взяли из определения Покаши, да? Это мы взяли из определения Покаши, да. Из определения Покаши сказано следующее, что если x оказался в проколотой дельта-окрестности точки x0, то f от x находится в епсилон 1-окрестности точки b. Но поскольку епсилон 1 мы выбрали равным нашему епсилону, а дельту мы выбрали от этого самого епсилона, то тогда для точки xn, то есть как бы мы вместо вот этого x подставили xn. Но здесь x любой. Давайте мы в качестве этого x подставим наш xn. Значит, если xn удовлетворяет вот этому неравенству, то тогда f от xn удовлетворяет вот этому неравенству. Но у нас xn – это же последовательность. Не, ну как? xn – это как бы конкретный элемент последовательности. У которого номер больше, чем n от епсилона. Да, да. Это произвольный элемент последовательности, у которого номер больше, чем n от епсилона. За счет того, что у него номер больше, чем n от епсилона, а n от епсилона выбрана вот таким специальным образом, мы гарантируем, что этот элемент последовательности будет жить в дельта от епсилон-окрестности точки x0, Причем в проколотой окрестности. Это означает, что f от него будет жить в эпсиол на окрестности точки B. Так, давайте еще вопросы. Можно последнего посмотреть? Давайте. Вот вы говорите, докажем эквивалентность, и там внизу хотим. И вы пишете, для любого эпсиола больше нуля существует n. А получается, что этот n и есть же n эпсиол, да? Вот этот n, это и есть n большой от эпсиола. Да, это вот ровно то самое, что мы строим, эта штука. Так, хорошо. Еще вопросы? Ну, хорошо. Видимо, вопросы закончились. Давайте докажем в обратную сторону. В обратную сторону будет все еще веселее, потому что нам нужно доказывать от противного. А тут само по себе утверждение довольно нетривиальное. Давайте я сейчас вот что сделаю. Давайте я еще раз скопирую вот эту часть, чтобы она у нас была перед глазами. Значит, сейчас мы доказываем в обратную сторону. Если определение по гейна выполняется, то определение по каши тоже выполняется. И доказывать я это буду от противного. Значит, мне нужно доказать от противного вот такую импликацию. То есть мне нужно доказать, что неправда, что из гейна следует кашей. Как доказать, как сформулировать отрицание импликации? Это означает, что мне нужно предъявить, то есть я исхожу из ситуации, то есть я предполагаю, что верно, что бывает такая ситуация, когда определение по гейна выполняется, а по каши не выполняется. Значит, пусть определение по гейна выполняется. А по каши нет. Помните, как отрицание компликации встроить? Отрицание к утверждению, что из гейна следует кашей. Гейна и не кашей. Да, это утверждение, что гейна выполняется, а каши нет. Вот мы будем сейчас из этого исходить. То есть мы предполагаем, мы предположили, что определение по гейна выполняется, а определение по каши не выполняется. Я сейчас приду к противоречию. Поскольку я предполагаю, что определение по каши не выполняется, давайте я это запишу. Значит, я запишу отрицание к определению по каши. Значит, утверждение не каши устроено так. Существует такое эпсилон больше нуля, что для всех дельта большего нуля найдется такое х. Давайте я скажу, поскольку этот х выбирается в зависимости от дельты, давайте я напишу, что это х от дельта, который бы обладал двумя свойствами. Во-первых, он обязательно живет в дельта окрестности точки х0, в проколотой дельта окрестности. А во-вторых, f от х, расстояние от f от х до точки b больше либо равняется, чем эпсилон. Значит, это отрицание определения по каши. Все согласны с ним? У нас х зависит от дельты. Ну, смотрите, что утверждается. Утверждается, что найдется такой эпсилон, что какую бы дельта окрестность мы не выбирали, внутри этой дельты окрестности найдется х, для которой будет выполняться вот эта штука. Понятно, что при таком порядке квантеров у меня выбор х может зависеть от дельты. То есть для разных дельт здесь могут появляться разные х. Поэтому я говорю, что я могу обозначить этот х через х от дельта. Еще, наверное, в этом определении у нас эпсилон 1, да? Ну, да, давайте я оставлю эпсилон 1 для согласованности. Значит, смотрите, чего я утверждаю. Я утверждаю, что у меня найдется такой... Значит, вот давайте, пусть у меня здесь будет по-прежнему b, если у меня по-прежнему точка x0. Значит, я утверждаю, что найдется такая окрестность точки b, что сколь бы маленькую окрестность точки x0 мы не выбирали, все равно в этой самой маленькой окрестности точки x0, значит, здесь у меня будет x0 минус дельта, здесь будет x0 плюс дельта. Значит, какую бы мы окрестность ни выбирали, внутри этой окрестности найдется точка, которая выскочит за вот эту вот мою эпсилон 1 окрестность точки b. Значит, вот эта точка b, здесь будет b плюс эпсилон 1, здесь будет b минус эпсилон 1. Значит, мы как бы... Идея такая, что я уменьшаю окрестность, но несмотря на то, что я ее делаю очень-очень-очень маленькой, уменьшаю дельта окрестность, в точке x0, у меня все равно какие-то точки из этой дельта окрестности вылезут за рамки вот этой эпсилон 1 окрестности. Это в точности, это я просто формально написал отрицание к определению предела Пакаши. Ну, и, в принципе, понятно, почему она такая. Определение предела Пакаши говорит, что какая бы маленькая окрестность у вас здесь не была, у меня всегда найдется такая дельта окрестность здесь, что она вся целиком переходит в эпсилон окрестность, с удовольствием. Но в отрицании я говорю, что нет, не для всех эпсилонов это работает. Найдется такой эпсилон, что сколько бы маленькую дельта окрестность вот здесь я не выбирал, в ней она не вся будет целиком переходить внутрь вот этой вот этой эпсилон 1 окрестности. В ней найдутся точки, найдется хотя бы одна точка, которая избежит вот этой штуки. С одной стороны, вы можете просто проверить, что вот эта штука действительно просто формальное отрицание вот этой штуки в точности. Но с другой стороны, как бы легко понять содержательно, почему здесь написана именно такая вещь. Я гарантирую, что какую бы мы вот здесь ограничение на x0 мы не накладывали, какую бы близость мы не требовали от x0 к x0, все равно мы можем добиться того, что мы выскочим за пределы вот этой эпсилон 1 окрестности. Как понятно, вот это отрицание определения по каши? Да, понятно. Так, давайте кто-нибудь вопрос задаст про это отрицание. Никто не хочет вопрос задавать. Ну ладно. Давайте тогда дальше скажем. Смотрите. Значит, давайте я теперь буду вот этой штукой пользоваться. А именно, давайте я рассмотрю такую последовательность. Значит, рассмотрим последовательность. Дельта nt равняется... Значит, мне сейчас нужна любая последовательность, стремящаяся к нулю. Давайте я возьму единицу на n. И давайте... Значит, мне известно, что для каждого дельта найдется вот такой x. Давайте я возьму последовательность xn, равных x от... Дельта nt равных x от 1 nt. Что вы можете про эту последовательность x nt сказать? Значит, во-первых, я утверждаю, что x nt стремится куда? К нулю. Ну, сама x nt стремится не к нулю. У нас дельта стремится к нулю. К x нулевому. Да, а x nt стремится к x нулевому. Ну, почему это так? Ну, потому что x nt лежит в единице, деленное на n окрестности точки x0. То есть я вот здесь вот окрестности все время уменьшаю, уменьшаю, уменьшаю. И в каждой из этих окрестностей я выбираю по x. Значит, ну, как бы у меня по определению... Верно следующее. По определению x nt он лежит между x0 плюс единица, деленная на n и x0 минус единица, деленная на n. Просто потому что... Просто потому что вот это условие выполняется. А дельта у меня выбрана вот таким образом. Ну, и тут видно, что как бы в тюрьме двух милиционерах право-левое штук сходится к x0. Значит, и x-центр тоже сходится к x0. На лекции не планируется. Сейчас был вопрос про самостоятельный в чате. Вот. Итак. Согласно с тем, что так выбранные x-центы стремятся к x-центр. А что вы можете сказать теперь про f от x-центы? Есть такое f от x-центы, которое не попадет в x-центр на кресло с b? Прямо-таки есть. Я бы даже сказал, что не просто есть. Смотрите, значит, у меня все x-центы, они выбраны как x из вот этого вот определения, из вот этого утверждения. Они выбраны как x от каких-то дельт. Каким условием обладают x от этих самых дельт? Какие требования на них наложены? Но в числе и прочего наложено вот такое требование. То есть я могу гарантировать, что на самом деле вообще для всех n расстояние от f от xn до b, что мы про него можем сказать? Больше или равно y? Да, больше либо равняется вот этому y1. А почему это выполняется для всех n? Ну, смотрите, у меня все x-центы выбраны с помощью вот этой штуки. Значит, они выбраны для разных дельт, но это неважно. Вот эта самая дельта, она просто накладывает ограничение, вот это ограничение на x. Но суть в том, что они все выбраны по вот этому правилу. Значит, все x, которые выбраны по этому правилу для любой дельты, они обладают в том числе вот таким свойством. А, да, правильно. Вот, то есть как бы что происходит? Вот мы говорим, давайте возьмем дельту равную единице. Выберем там, выберем там по вот этой штуке, выберем там свой x. Он будет какой-то вот такой. Обязательно лежать вне, обязательно лежать вне вот этого epsilon-коридорчика. Дальше. Выберем дельту поменьше. Значит, получили теперь не такую дельту, а вот такую дельту. Выберем здесь какую-то, возможно, другую точку x. Но она по-прежнему, у нее по-прежнему, f от x будет лежать вне этой штуки. Выберем окрестность еще меньше. Выберем там свой x. И он снова будет лежать вне этой штуки. И так далее. Значит, что вы можете теперь сказать про f от x n, про такую последовательность? Может ли последовательность f от x n стремиться к b? Нет. Нет. Не может. Значит, она заведомо отделена от точки b. Но, смотрите, что мы получили. Мы построили последовательность x n стремящаяся к x 0. Более того, все эти x n выбираются из проколотой окрестности точки x 0, поэтому для всех n x n не равняется x 0. Это означает, что у нас вот эта последовательность соответствует определению предела по гейме. Вот эти два условия для нее выполняются. Условия о том, что последовательность стремится к x 0 и условия, что все элементы последовательности не равны x 0. Тогда, если бы определение по гейме было верным, f от x n должен был бы стремиться к b. А с другой стороны, мы выяснили, что он никак не может стремиться к b, потому что он просто отделен от точки b. Не бывает такого. Противоречие. Давайте я как-нибудь эту штуку обозначу. Пусть она называется 3 звездочки. Значит, противоречие с условием 3 звездочки. Значит, условия 3 звездочки – это вот это условие. Так, ну что? Можно вопрос, да? Давайте, да. У нас же в определении предела, там еще изначально должно идти, что существует какое-то b, и дальше идет, грубо говоря, определение предела. Ну, сейчас, в данный момент мы… Нет, сейчас, смотрите. Значит, в данный момент мы рассматриваем вот определение вот такого утверждения. Утверждение, что предел равен b. Вот я утверждаю, что если это определение… Ну, как бы, про что это определение? Это определение про три объекта. Про функцию, про точку x0 и про число b. Вот если эти три объекта таковы, что определение по каши работает, то определение по гейну тоже работает. И наоборот. То есть, как бы, у меня есть утверждение про вот такую тройку объектов. Значит, у меня есть два утверждения про тройку объектов. И я утверждаю, что если тройка объектов удовлетворяет одному из этих утверждений, то она удовлетворяет другому утверждению. То есть, когда мы записываем отрицание для каши, мы не можем написать, что для любого b выполняется вот это вот. Нет, 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 нет. Мы берем конкретную точку b. И здесь, и здесь, и здесь мы берем конкретную точку b. Заметьте, что у нас в определении по гейну тоже фигурирует конкретное число b. Спасибо. Можно еще вопрос? Давайте. Вот эта последовательность дельта н, это когда мы так описываем, что мы постепенно уменьшаем дельту? Да, да. Значит, ну, как бы, смотрите, мы имеем право, вот мы имеем право сюда, вот в эту формулу для икса, подставлять, какие хотим числа, и вообще, какие хотим дельта. Мы говорим, будем подставлять вот в эту вот самую штуку для икса, будем подставлять дельта последовательно. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 и так далее. Имеем право, имеем право. Будем каждый раз получать свой икс. Получим те иксы, которые, скажем, получим некоторую последовательность иксов, которые, как выясняется, обладают нужными нам свойствами. Не правильно. Я, естественно, мог бы здесь в качестве вот этой последовательности дельта выбрать любую последовательность, стремящуюся к нулю. Я просто выбрал единицу на n, потому что она самая простая. А почему мы тогда утверждаем, что f от иксенного отделена от b? Потому что у нас вот эти иксенные, которые мы выбрали, они были выбраны, исходя из вот этого утверждения. Значит, они были выбраны не абы как, а они были выбраны так. Значит, они были выбраны в соответствии с утверждением про отрицание определения по каши. И это означает, что все эти иксенные удовлетворяют вот этим двум условиям. Значит, первое условие, что их расстояние до х0 меньше, чем соответствующая дельта, и это гарантирует нам вот эту сходимость. А второе условие – это то, что f от х минус b больше либо равняется, чем иксен на 1. Это гарантирует нам вот эту отделенность. Это потому что резюнкция, да? Да, да, конъюнкция наоборот. Ну, как бы, ну, смотрите, у нас в определении по каши до отрицания у нас было сказано, что вот этот х обязательно выбирается так, чтобы удовлетворять, значит, что нас интересуют все иксы, которые удовлетворяют вот этому условию. Все иксы выбираются из проколотой дельта окрестности. Значит, когда мы будем отрицать, нам нужно предъявить такой х, который обязательно удовлетворял бы вот этому условию и дополнительно удовлетворял бы вот этому условию. Вот эта штука – это отрицание вот этой штуки. Ну, в целом, это опять же та же самая история с отрицанием импликации. Значит, мы пишем отрицание к вот этой импликации. Это означает, что у нас должно выполняться и вот это условие, и отрицание к вот этому условию. Мы должны предъявить такой х, для которого посылка верна о заключении ложный вот здесь это написано давайте еще вопросы хорошо ну что если глобальные вопросы закончились тогда с лекции на сегодня все я как всегда доступен в течение дня наверное месяц понадобится какое-то время что у вас вот в самом конце вы пишете любого м и цен не равна люка там видимо и цен не равна и цен не равна икс ноль конечно да хорошо ну что все тогда до свидания значит док до консультации или 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 до или до пятницы до свидания до свидания всем пока до свидания скажите пожалуйста на прошлой лекции или в прошлой среде я болел пропустил там самостоятельно не было мне можно будет как-то написать или просто ничего страшного что пропустил да если вы болели то можно будет да я думаю что можно будет просто написать и в другое время это когда потом лучше сделать или как ну-ка когда вам удобно можно сегодня в какой-то момент а мне как надо будет вам написать в телеграм и грамм дам понял спасибо большое а быть и готовы я вам вводил вариант спасибо хорошо спасибо 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 Продолжение следует...